Пуф-пуф-пуф-пуф! Ох, хороший будет суп из рыбы! Но вдруг сделаю для тебя всё, что ты хочешь! Привет, друзья! Меня зовут Сергей! И сегодня я расскажу вам историю! Эта история называется Магическая щука! Магическая, да? Магия, как Гарри Поттер, да? Он его даёт... Магией! И это щука Да, щука это такая рыба Вот, магическая щука Жил-был старик. И было у него три сына. Два сына умных, но третий сын был дурак. Дурак Запишем. Емеля, да? Вот, и Емеля очень ленивый, да, он не хочет ничего делать. Два брата всегда работают, работают, делают то, делают это, но Емеля, он ничего не хочет делать. Целый день он лежит, да, на печи. Это печь, печь, да, это русская печь, видите, тут такой огонь, дрова, тут дым, вот. Емеля лежит вот здесь, да, целый день он лежит и ничего не делает. Тогда братья, два брата поехали на базар покупать разные вещи, а Емеля лежит на печке. И у братьев были жены, да, и жены говорят Емеле, эй, Емеля, иди за водой, да, вода, да, иди за водой. А Емеля говорит, неохота, да, неохота значит не хочу. Они говорят, если ты не пойдешь за водой, да, водой, то братья не привезут тебе подарки, да, это подарки. Емеля говорит, хорошо, да, он слез с печки, он оделся, взял ведра, да, это ведро, он взял два ведра, взял топор, этот топор, и он пошел за водой, да, это сейчас зима, на улице холодно, и в России, когда зима, люди берут воду из реки, это река. Емеля пошел к реке, он взял топор, да, и он хтыщ, 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 он прорубил реку, и взял ведра, и хоп, зачерпнул немного воды, вот, и у него есть два ведра с водой, но вдруг Емеля смотрит в воду, и он видит щуку, да, щука, тогда Емеля схватил щуку и вытащил из воды, и Емеля смотрит на щуку и говорит, ох, хороший будет суп из рыбы, и щука начала говорить, как человек, щука говорит Емеле, эй, Емеля, отпусти меня, я тебе помогу, Емеля смеется, как ты мне поможешь, ты щука, лучше я сделаю вкусный суп из тебя, щука говорит, Емеля, я сделаю для тебя всё, что ты хочешь, он такой, ты меня обманываешь, а он такой, нет-нет, не обманываю, я всё сделаю, скажи такие слова, по щучьему веленью, по моему хотенью, да, это волшебные слова, да, как вот у Гарри Поттера было там, не знаю, Вингардием Левиоса, да, или Авада Кедавра, да, это заклинание, вот, и у щуки тоже есть, заклинание, и она говорит, по щучьему веленью, да, по веленью щуки, по моему хотенью, да, то, что я хочу, вот, по щучьему веленью, по моему хотенью, волшебные слова, да, магические слова, вот, и тогда Емеля говорит, по щучьему веленью, по моему хотенью, идите вёдра сами домой, и вдруг вёдра начинают идти домой, сами, да, они заходят в дом и садятся на лавку, тогда Емеля такой, оп, хорошо, вот, Емеля идёт домой, и дальше ложится на свою печку, потом жёны, братьев опять говорят, Емеля, иди во двор, накали дров, да, это дрова здесь, давайте напишем, значит, они говорят, накали дров с помощью топора, да, Емеля говорит, неохота, они опять говорят, если ты не наколешь дрова, то братья тебе не привезут подарков с базара, Емеля такой, тихо говорит, по щучьему веленью, по моему хотенью, колите дрова сами, и домой заходите, и дрова колятся сами, да, они или рубятся, вот, значит, и вдруг дрова, топор идёт во двор, рубит дрова, а дрова такие идут, пум-пум-пум, домой, и сами запрыгивают в печку, да, в печь, девушки смотрят, думают, что-то странное, это ненормально, после этого дрова закончились, и Емеля лежит, ничего не делает, да, ему хорошо, он ленивый, и после этого жёны опять говорят Емеле, Емеля такой, надоели уже, они ему говорят, Емеля, дрова закончились, съезди, да, на санях в лес, да, это лес, это сани, они говорят ему, съезди на санях в лес за дровами, да, наруби дров, то есть деревья нужно рубить, чтобы были дрова, Емеля говорит, ах, хорошо, хорошо, тогда Емеля, он садится на сани и говорит жёнам, эй, жёны, открывайте ворота, они смеются, ты что, поедешь на санях без лошади, да, ты что, дурак? Он такой, и говорит, по щучьему велению, по моему хотенью, едьте сани сами в лес, и он едет на санях сам в лес без лошади, да, у него есть топор, когда он ехал на санях через город, то многие люди не успевали убегать, да, потому что они не видят лошадь, и они попадали под сани, да, им было больно, вот, и люди были злые, а Емеля быстро уехал в лес, в лесу опять дрова сами накололись, деревья сами нарубились, и всё само запрыгнуло на сани, вот, и Емеля едет обратно домой, через город, а в городе люди уже готовятся Емелю побить, тогда Емеля говорит, по щучьему велению, по моему хотенью, возьми-ка палка, да, то есть одно дровишко и побей, пуф-пуф-пуф-пуф, да, так, тыщ-тыщ-тыщ-тыщ, побей этих людей, и идёт палка и начинает бить людей, да, потому что люди хотят побить Емелю, а палка она такая щит, да, это такой защита Емели, вот, и Емеля быстро едет домой, а люди дерутся с этой палкой, вот, после этого царь услышал про Емелю, да, это царь, и он говорит своему офицеру, да, офицер, иди, найди этого Емелю и привези его ко мне во дворец, да, это дворец царя, тогда офицер приезжает к дому Емели, он заходит, смотрит на Емелю, который лежит на печке и говорит, эй, ты дурак, Емеля, он такой, я, да, что ты хочешь, собирайся, мы едем к царю, а Емеля говорит, хм, неохота, мне неохота, тогда он рассердился, да, офицер, и он хотел его побить Емелю, тогда Емеля тихо говорит, по щучьему веленью, по моему хотенью, возьми-ка палка, да, дровишка, палка, и побей этого офицера, и тут вдруг палка взлетает и начинает тыщ, 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 бить офицера, офицер испугался, всего побито и убежал назад к царю, а Емеля дальше лежит и отдыхает, ничего не делает, тогда царь думает, что делать, и в этот раз он не отправляет офицера, он отправляет своего помощника, да, и его помощник, он более мягкий, вот, когда его помощник поехал к Емеле, он купил много вкусной еды, да, изюм, чернослив, пряники, да, потому что он хочет сделать Емеле приятно, он приезжает в дом к Емеле и говорит, здравствуй, Емеля, вот, но прежде чем он говорил, говорил с Емелей, он спросил у жён, да, жёны, братьев, он их спрашивает, а что Емеля любит, да, они говорят, Емеля любит, когда с ним ласково говорят, да, по-доброму разговаривают, и он любит хорошую одежду, тогда слуга, да, помощник короля, он подходит к Емеле и говорит, ты Емеля, он такой, да, что надо, у меня для тебя много подарков, да, и он даёт ему эту вкусную еду, как изюм, чернослив, пряники, и также он говорит, поехали со мной, пожалуйста, к царю, он хочет тебя видеть, Емеля говорит, неохота, тогда он говорит, если ты поедешь, я дам тебе красивый костюм, да, очень красивую такую шубу, красивую шубу, и Емеля говорит, ах, хорошо, едь первый, а я поеду, да, поеду за тобой, вот, тогда слуга короля, он едет, а Емеля говорит, по щучьему веленью, по моему хотенью, едь печка сама к королю, да, к царю, вот, и вдруг печка, она затрещала, и дверь, стена в доме, она упала, Емеля сидел на печке, да, и печка поехала через весь город к царю, вот, это первая часть этой истории, надеюсь, она вам понравилась, и в следующий раз у нас будет вторая часть, если вы хотите видеть больше таких историй, то не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, и также не забудьте ставить колокольчик, потому что тогда вы не пропустите следующее видео, и если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите финансово поддержать мой проект, то вы можете сделать это на патреоне, там у меня есть разный интересный дополнительный контент, и есть pdf, и транскрипция к этому уроку, и другим также есть бонус видео, также вы можете поддержать меня на кофе, купить мне одну чашку кофе, веганского только, пожалуйста, вот, это все на сегодня, спасибо вам друзья, и до скорого, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!